добрый добрый день уважаемые зрители моего канала сегодня ночью у меня вывелись индюшанки вот они три индюшанка вывелась одно яичко лежит в наклеве вот оно индюшатки выводились сами это можно проверить по скорлупке когда скорлупка вот такая вот с крышечкой это говорит о том что индюшонку никто не помогал почему проверяю проверяю жизнедеятельности вообще способность этих индюшат так как это индюшат от моих двух новых самых молоденьких не было важно посмотреть какое у них потомство на что они способны и общем то дальнейшее развитие этих индюшат я тоже буду наблюдать помечу их давайте с вами сразу вспомним как мы с вами выращиваем индюшат речь пойдет о породных индюшатах не он бройлерных с бройлерными индюшатами конечно все по-другому а с этим индюшатами все гораздо проще и так первый месяц давайте прям вот так вот поговорим в первый месяц кормления чем мы кормим индюшат мы возьмем с вами от 0 до 100 дней давайте так первый месяц это конечно же пк-5 пк-5 мы покупаем для бройлеров почему потому что в пк-5 для бройлеров больше протеина индюшатам это в общем то и нужно дальше со второй недели первого месяца мы начинаем вводить парком подкормки как то творог зелень а зелень это может быть зеленый лук мокрица крапива одуванчик важно всю зелень обрабатывать кипяточком дабы избежать заражения индюшат они очень-очень в этом возрасте ранимые скажем так также начинаем давать яйцо начинаем давать рыбку мясные отходы и так далее в общем нам нужно сделать упор на белок так как индюшат это быстро растущая птица и в общем то дальше мы еще смотрим на кальций чтобы кальций было вдоволь со второго месяца мы даем пк-6 и начинаем добавлять дробленую зерносмесь у кого какая есть но желательно чтобы была кукурузка горох кукурузы это в общем-то углеводы горох это белки ну а там дальше уже что у вас есть там пшеница ячмень и так далее и так кормим до трех месяцев в три месяца мы корнем индюшат пк-4 и даем уже зерносмесь не дроблены они уже в состоянии будут кушать цельные зернышки давайте поговорим пару слов о том чем болеют индюшата индюшата вот смотрите вот такой помет он только что нам продемонстрировал и это хорошо после вывода это нормально но только после вывода так дальше ну то есть первые сутки дальше уже конечно такого быть не должно чем болеют чаще всего индюшата индюшата чаще всего болит коксидиозом гистомонозом и опорно-двигательная система у них страдает а значит чем лечить коксидиоз мы лечим коксидиостатиком гистомоноз мы лечим метроиндозолом с фурозавидоном для того чтобы лапки были крепкие и быстро рос скелет то есть костяк обязательно даем аквадатрим и пентавит по каждому препарату у меня на канале есть отдельные видео для того чтобы найти видео вы заходите на youtube в поисковой строке набираете елена коптева гистомоноз и вам выскочит несколько видео там елена коптева пентавит аквадатрим и увидите эти видео сейчас не буду на это терять время разговаривать об этом долго поэтому лучше посмотрите видео значит про лекарства я сказала что в принципе какое как какие необходимые препараты должны быть у вас а условия содержания ну смотрите значит частый вопрос в каком возрасте пересаживать да в общем-то пока в брудере не тесно пусть сидят в брудере опять же потому что ну очень они квелые скажем тогда капризные в первые месяца своей жизни после того как вы поняли что в брудере тесно переводится естественно на пол вольер естественно перед этим обязательно вольер продезинфицировать любым средством которые у вас есть дезинфицирующие вот не нужно сыпать опилки мелкую фракцию могут наклеваться то есть это должна быть стружка или уже в крайнем случае опилки припорошенные сеном там или соломой главное чтоб они не наклевались мелких опилочек когда начинают гулять индюшата в общем то опять же на канале у меня есть пропойка для не бройлерных индюшат посмотрите там все подробно начинают гулять в основном после двух месяцев не спешите и спешите индюшат выпускать на улицу все хотят на солнышко ой быстрее пусть пойдут на самом деле вместе с солнышком опять же нахватаются кокцидей могут заразиться гистомонозом и вы будете их долго усердно лечить это нежелательно и так значит смотрите я с ними я подошла разговариваю они вот уже даже клювики вытаскивают какие общительные такие общительные мои хорошие им еще суток нет они уже все хотят хотят на ручки ну давайте на ручки и так значит сидят они у нас закрыты если есть возможность ну до двух месяцев с какого возраста в общем то индюшата можно считать перешли вот этот опасный порог возрастной я считаю что с четырех месяцев с трех-четырех месяцев уже они не так подвержены гистомонозу и в общем-то и и кокциде и можно их уже без опаски выпускать трава трава в общем то чем больше тем лучше в принципе породные индюки это очень рентабельная птица потому что у них в рационе 50 процентов это сочные корма им в общем-то зерновых не так много и надо есть конечно определенные нормы которые нужно соблюдать для взрослой птицы это 250 грамм в сутки не для бройлерных ребят постоянно повторяю потому что вы понимаете да бройлерные индюки и породные совершенно разные птицы и так значит 250 грамм зерновых остальное трава-трава-трава крапиву уже взрослым индюкам я не ошпариваю они благополучно ее съедают даже не ошпаренную и прекрасно себя чувствует ничего не обжигают никак не страдают им вкусно им нравится и растут они очень хорошо ну вот значит естественно вы кормите пк-1 это комбикорм для несушек для обычных кур и добавляете недробленую зерносвесь вот это основной рацион наших индюков взрослых уже взрослом виде вот так я их и кормлю какой процент комбикорма секунду по моему нас камера немножко это какой процент комбикорма вы знаете летом комбикорма я добавляю можно сказать условно если они у меня гуляют они на травке они там наклевывают каких-то червячков находят то комбикорма но не так много зимой конечно побольше потому что на галевом зерне индюшата и индюки взрослые но плохо себя чувствует лучше все таки чтобы это были добавки обращайте внимание не допускайте не допускайте того чтобы вы заболели лапы делайте профилактики вот так водотрим это витамин d он против рахита и укреплять соответственно лапки пентавит это витамин группы b это опять же для опорно-двигательной системы ну и знаете что не спешите когда индюшонок у вас ходил жидко не спешите его пропаивать какими-то препаратами на индюках как бы это не было банально очень хорошо работает марганцовка серьезно слабый раствор марганцовочки попробуйте разово дать если вы увидели что вот эти вот все расстройства исчезли то и хорошо если нет тогда уже можно применять что то более серьезное но вообще почему я все-таки выращиваю породных индюков и не броль они бролерных ну скажем так у меня в прошлом году был эксперимент я посадила к своим индюшатам белый широкогрудом 5 штук хайбрид конвертера ну и скажем так только две индюшки у меня выжили хотя были в одинаковых условиях белый широкогруды индюшата выжили все а хайбриды три штуки в общем-то героически боролись за жизнь у них ничего не вышло я стараюсь по минимуму пропаивать антибиотиками ну вот вы чаще всего получается породных индюков вообще без антибиотиков вырастить про бролерных индюков такого сказать не могу есть конечно такие сказочные каналы где об этом начинают говорить так зайти в захлёб что да мы бролеров выращиваем без антибиотиков ну если я бы если бы я увидела это собственными глазами да я может быть в это поверила а так конечно это просто улыбает и все а вот а зачем мне то мясо которое заряжено как говорится антибиотиком употреблять в пищу тем более там давать своему ребенку поэтому пускай вес у нас будет не такой огромный как у бролеров но я считаю что породные птицы это здоровая птица в плане мяса в плане мяса для еды вот мое мнение ни с кем не собираюсь спорить как говорится вся кулик свое болото хвалит кто занимается бролерами хвалит бролеров кто занимается породы хвалят породную птицу ну вот я свое мнение высказала никого не хотев не хотела обидеть этим ну вот друзья в общем то не все так сложно главное соблюдать простые правила если есть какие то вопросы пишите если вопрос будет серьезный значит я могу снять на эту тему видео хотя на на тему индюшат видео полно опять же заходите в плейлисты на моем канале открываете раздел индюки и там можно все найти и про выращивание индюков зимой и про пропойки пропойки пропойку меня там три или четыре они разные зайдите посмотрите почему они разные я все 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 подробно рассказываю все друзья была рада приветствовать вас на своем канале понесла я этих малышей в брудер к цыпляткам сейчас посажу и будут они с цыплятками у меня пока еще находиться дома потом уже дальше посмотрим куда мы будем переводить сейчас еще пол секундочки вот в одном брудере у меня уже вот такие юки подрощены а и здесь несколько цыплят конечно уже этих товарищей надо переводить вот примерно в таком возрасте когда уже почти оперение пошло оно пошло вот крылышки оперенные за пальцы как хвостики вот в этом возрасте уже можно переводить их в курятник но не забудьте про дезинфекцию и чтобы они ни с кем не контактировали так закрываю все беру своих малышей перевожу их вот в этот вот в этот брудер к маленьким цыпляткам всем пока пока